Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 26 октября совершалось празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери. Просвятая Богородица явила свою помощь через эту икону в нелегкую эпоху иконоборчества для всего христианского мира. Много чудес происходило перед этой иконой, и святой образ, почитаемый во всем мире, особо любим русским народом. Почитание святого образа Пречистой Девы очень велико и на Рязанской земле. Недалеко от города Михайлова местные жители Октябрьского поселка по-особому встречали этот день. Для них это престольное торжество, так как храм, расположенный в этом населенном пункте, освящен в честь этого удивительного образа. И Пресвятая Дева являет свою помощь и заступничество через свою удивительную икону всем, кто с верой к ней обращается. И все веселы, и очистены, и всякие скверны, и спаси Божьей Души нашу. В 9 веке, во время непростой эпохи иконоборчества, в церкви разделилось мнение по поводу почитания икон, и большая часть христиан уничтожала святые образа. Обнаружив икону одной благочестивой вдовы, которая проживала около города Никии, они хотели истребить ее, и один из воинов ударил по образу копьем. Из пораженного места у Пречистой Девы потекла кровь. Этот факт отображается и сегодня в иконографии иконы. С целью спасти образ Божьей Матери, женщина отпустила ее в море. Спустя два века монахи Иверского монастыря на Афоне увидели в море огненный столб, в котором находился дивный образ. Икону доставили в монастырь, но утром она была обнаружена над воротами обители. Предания сообщают, что так повторялось несколько раз, поэтому ее оставили у ворот. Именно по этой причине икону стали именовать вратарницей или привратницей, а от имени обители она известна еще и как Иверская. Позднее был построен специальный небольшой храм внутри монастыря, в котором она пребывает сегодня. Мы именуем Матерью Божией, и это не случайно, потому что, не только потому, что она родила Бога, но и потому, что она через это рождение стала Матерью для всех нас. И она относится к нам по-матерински, как к своим детям, сыновьям и дочерям. Относится с милостью, несмотря ни на какие наши проказы. Иверская икона Божией Матери, находящаяся на Афоне, прославилась многими чудесами. Слух об этом образе через паломников распространился по всему православному миру. Дошел он и до России. В 17 веке святейший патриарх Никон обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря с просьбой прислать список с этой непростой иконы Божией Матери в русские земли. Несколькими годами позже ее торжественно встретили в Москве. И вот в 1648 году, 13 октября, по старому стилю, по новому, 26-го, была эта икона принесена. Ее встречали в Москве у Воскресенских ворот. Ныне, позже, будет там построена часовня. И будет эта икона храниться в этой часовне. И по сей день эта икона встречается в городе Москве. Чудесная помощь перед иконой Божией Матери получает все, кто с верой обращается к ней. Не без чудесной помощи при чистой деве был построен и храм в поселке Октябрьский. Ведь за очень короткое время из небольшого помещения в местном магазине на удивление местных жителей церковная жизнь возобновилась в новом здании, построенного на пожертвование народа. Здесь, в деревне Ерина, была часовня. Здесь не было села. Храмы только стояли в селах и в городах. А в деревне стояли часовни. И эта часовня была названа Часеверская икона Божией Матери. И поэтому безотлагательно было принято решение. Тогда местным правящим владыкой еще был митрополит Симон. И благословение было, что открытие храма в Часеверской иконы Божией Матери. Теперь новый храм украшает поселок. Кроме того, в этой церкви сегодня хранится особо почитаемый образ главной покровительницы, а вместе с ним и немало число других храмовых святынь, привезенных из разных мест. Особая любовь и почитание Богородицы объединила в этот праздничный день всех присутствующих за торжественной литургией в их родном храме, которая по традиции закончилась крестным ходом. День памяти жертв политических репрессий продолжился в здании Музея молодежного движения. Там состоялся творческий вечер, посвященный жертвам репрессий, причем не только русских людей, но и граждан других государств, в частности немцев. На протяжении многих веков они проживали в нашей стране и любили свою вторую родину. Подобные творческие вечера по традиции организуются благодаря стараниям рязанского историко-просветительского общества «Мемориал». В этом году мероприятие прошло по особой программе. Перед собравшимися выступил один из потомков русских немцев. Сегодня это известный в культурных кругах режиссер Владимир Дель. Для него трагические страницы истории нашей страны и 20 века играют особую роль. Репрессии затронули его семью. Во время мероприятия режиссер представил присутствующим свой спектакль, посвященный непростым событиям, связанным с немецким поселением. Отец Владимира Дели Фердинанд был представителем русских немцев, когда-то мигрировавших на территорию Российской империи и осевших в районе Поволжья. Целое поселение со своей культурой и языком не было чуждо нашему государству. Они любили свою новую родину и с наступлением Великой Отечественной войны встали на защиту против фашизма. Но в непростое время начала военных действий все немецкие поселения были депортированы, и часть оказалась в лагере в городе Скопин Рязанской области. Там они трудились на угольных шахтах. И в этом поселении оказался и отец режиссера. Спектакль, созданный стараниями Владимира Деля, отражает печальные страницы истории нашего Отечества, раскрывает суть непростых событий той эпохи и показывает всю боль судьбы немецкого по происхождению, но русского по духу человека. И вот главный режиссер Скопинского театра «Предел» Владимир Дель вместе со своим сыном Ильей поставили спектакль «Гусенбах Кучугурки», который рассказывает о судьбе одной вот такой немецкой семьи, его собственной семьи, его отца Фердинанда, трагедии этой семьи и о своих впечатлениях, своих воспоминаниях о тех событиях, о том, что происходило на территории Скопинского и Милославского района в годы войны. Большая часть немцев, не первое поколение проживавших в России, не переносили и дух нацистского движения, который так активно набрал обороты и завладел умами большинства в Германии. Поэтому они вместе с русскими выступали против фашизма. Но в военное и в послевоенное время советским руководством была произведена чистка, под которую попали многие немцы. Большинство прошли фильтрационные лагеря, после чего их труд использовался в разных сферах, как тогда говорили, на благо русского отечества. Отцу режиссера Фердинанду Делю удалось получить реабилитацию лишь в наше время, спустя 71 год после смерти. Она, конечно, мне кажется, очень актуальна, что ли, в сегодняшние дни, потому что вот сегодня мы сейчас показываем спектакль Гусенбак Кочевурки, который мы вместе с моим сыном поставили о жизни моего отца, моей матери. Отец был одним из жертв политической депрессии, репрессии, депрессии тоже подходит, тоже туда. Это ликвидация государства, немецкого народа, который жил на Поволжье. И каждый раз перед спектаклем приходится выходить и рассказывать, что российские немцы это не фашисты, что они пришли не из Германии во время войны, что это люди, которые жили на Поволжье 200 лет, ну и так далее, и так далее. И что были вот эти страшные страницы в истории нашего государства. Для Владимира Дели и его семьи события тех тяжелых лет значимо и по-особому переживаются. Спектакли, которые рассказывают о судьбе немецкой семьи, непростые военные годы, затронуты стороны жизни, которые очень близки самому режиссеру. Дело не только в исторической памяти, которая необходима, как бы сказать, разным поколениям, но и в том, что эти уроки нашей страны должны быть выучены. К сожалению, силовой вариант управления или применение силы во время конфликтных ситуаций, оно, к сожалению, не раз повторялось в нашей истории. Никто не застрахован от этого и сегодня. И поэтому память о жертвах политических репрессий, память о государственном терроре должна быть сохранена. И эти уроки мы должны выучить. Действительно, очень знаменательно, что этот спектакль сделан молодежной театральной группой, которая называется «Предел». Это говорит о том, что какое-то равнодушие, какая-то дикость и варварство начинает у нас преодолеваться в наших сердцах. Потому что действительно у нас просыпается неподдельный интерес, не дань моде в памяти о своих предках и вообще осмыслении своей истории с последующими соответствующими глубокими выводами. Что действительно нам важно, чтобы это не повторилось, чтобы это стало не штампом, как только, которым мы часто слышим о Великой Отечественной войне, а чтобы действительно какой-то глубине это доходило до нас. В наше время мало кто задумывается о скорбных моментах нашей истории в 20 веке, которые глубоко затронули судьбу каждого человека и по-особому отразились на общей судьбе народа. Огромное количество поломанных судей, препрессированных и расстрелянных как среди духовенства, простых русских, так и эмигрантов. Уже выросло не одно поколение, для которого те ужасы политических репрессий оказались за пределами сознания. Но страницы истории нельзя выкинуть из памяти народа. Важно помнить об этом горьком уроке огромной бесчеловечности, который преподнесла нам история. В рамках 21-х международных рождественских образовательных чтений в январе 2013 года в Москве пройдет 8-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». В первую очередь конкурс нацелен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения призван приобщить молодежь к православной вере, культуре и выявлять новые таланты. Конкурс пройдет в два этапа. Первый на епархиальном уровне, затем лучшие из них будут направлены в Москву, где пройдет уже второй этап. Конкурсные работы победителей, отобранные жюри, будут представлены на выставке в дни проведения рождественских образовательных чтений. Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» заняла прочное место в общественной и культурной жизни страны. Он стал традиционным и заметным ежегодным событием в сфере воспитания подрастающего поколения. В рамках рождественских чтений он проводится уже в восьмой раз. Конкурс стал неотъемлемой частью решения большой педагогической задачи. К ее заключению причастны церковь и государство, представители науки, искусства, педагоги, все, кто ясно осознает, что только воспитание детей патриотами сделает страну сильной и процветающей. А представленные работы явились еще одним зримым свидетельством чистоты детского восприятия творения создателя. Конкурс организован патриархией, уже несколько лет подряд мы его проводим. Ну и, соответственно, он призван к тому, чтобы показать, что наши дети, они более-менее сейчас знакомятся с православной культурой, с традицией местной, Поэтому мы, вообще говоря, видим, что искусство развивается подчас в совершенно неприемлемых направлениях. Это как раз таких, которые воспевают не красоту Божьего мира, а либо это какие-то дикие фантазии людей, либо просто как некая пародия и издевательства над Богом, сотворенным миром. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши дети приучились именно отображать красоту того, что создал Бог. Перед тем, как работы участников попадут в Москву, их жесткий отбор проходит в регионах. Конкурс проводится вначале на уровне епархиальных отделов, и после того, как рисунки будут отобраны жюри, их отправят в главный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. К участию в конкурсе приглашаются ребята из православных и воскресных школ, из устудий и средних общеобразовательных учреждений. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Изобразительное искусство – основная тема в трех возрастных категориях. В ней детям предлагаются темы православных праздников, библейских сюжетов, есть возможность обратить свое внимание на свой храм. Вторая номинация посвящена православной иконе. Здесь могут принять участие дети от 13 до 17 лет, учащиеся иконописных школ или мастерских. Работы должны быть выполнены соблюдением канонов православной иконописи. Третья номинация была объявлена в прошлом году впервые, но внимание к ней заставило организаторов определить ее и в этом году в число основных трех. Во всех своих работах участники в основном показывают то, что окружает семью, друзей, родной дом и город. Природу в разных ее проявлениях переносит на бумагу свое видение сотворенного богом мира. У нас есть квалифицированные жюри из людей, которые занимаются художественным образованием с детьми. И поэтому отбираем естественно лучшие, а затем отсылаем их 15 числа последний срок предоставления региональных победителей региональных конкурсов подальше будет отбираться уже там между всеми, кто представит свои работы. Максимальное количество работ, которые мы можем выставить на московский регион, это 15 работ. Поэтому отберем самые такие замечательные, естественно, с учетом возраста детей. Работа подрастающего поколения всегда является зримым свидетельством чистоты детского восприятия творения создателя. Своими рисунками дети подтверждают все то, что им дорого, что они любят, все светлое и прекрасное, что их окружает, и что они с такой искренностью, теплотой и любовью отражают в своем творчестве. Это дар бога красота божьего мира. сегодня стараниями истинных хранителей родной истории в селе Срезнево уже 10 лет действует небольшой музей имени знаменитого академика, русского ученого и словиста Измаила Срезневского. Работники музея в прошлом году стали победителями конкурса «Православная инициатива-2011», представив замечательный проект, который воплощался в течение всего этого года, и плоды его велики. Он был посвящен проведению нескольких торжественных мероприятий, приуроченных трем важным для села датам. 200-летию со дня рождения известного академика, 10-летию со дня прославления в лике святых подвижников благочестия Срезневской земли священномучеников Филарета и Сергия и десятилетию создания музея. Филарета и Сергия Знание истории своего родного края, своего народа позволяет лучше разобраться в настоящем и выстроить верно будущее. Людей, которые ценят и бережно хранят историю места, где они появились на свет, причем далекое от развитых городов, не так много, однако все же такие встречаются. Живут эти люди в селе Срезнево, недалеко от города Шилова. История горячо любимого и родного для них места неразрывно связана с именем выдающегося ученого, крупнейшего русского филолога, академика Измаила Ивановича Срезневского. Практически весь 20 век его имя находило в забвении. Причина этого проста. Богом данный талант ученого неразрывно связан с православием, с любовью к отчизне и к родине предков. К тому же он был выходцем из священческого рода. Начиная с 1676 года в течение 190 лет из поколения в поколение род Срезневских нес пастерское послушание в Срезнево при храме. Сегодня мемориальный комплекс имени Измаила Ивановича выполняет очень важную миссию, стоящую перед современным обществом возрождения духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания молодежи, объединяя в этом нелегком труде гражданские власти, духовенство, интеллигенцию и простых людей. Участвуя в конкурсе православной инициативы, работники музея хотели, чтобы эта объединенная работа прозвучала ярко, привлекла внимание не только к научной деятельности Измаила Срезневского, но к самой его выдающейся личности. Ведь он был настоящим патриотом, прекрасным семьянином и педагогом, и истинным православным христианином. Кроме этого, через средства массовой информации и издательскую деятельность составители проекта желали обратить внимание людей к срезневским новомученикам Филарету и Сергию, которые явили пример чистой, искренней веры. Сам проект, он так и назывался, торжественное мероприятие, посвященное 200-летию нашего великого соотечественника Измаила Ивановича Срезневского, десятилетию прославления лики святых срезневских новомучеников и десятилетию создания нашего музея. И вот, исходя из названия проекта, была, наверное, сформулирована наша программа. Это были торжественные мероприятия, которые открылись прежде всего месячником, взяв благословение у владыки Дионисии, нашего епископа, правящего владыки, мы с этими мероприятиями потом обратились в отдел культуры, в администрацию, был приглашен методист из отдела просвещения. И вместе обсудив мероприятие, которое мы решили провести, был объявлен месячник, посвященный 200-летию со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского и наших святых новомучеников. Были объявлены конкурсы для младших и старших школьников. Вторым на написание лучшей творческой работы, сочинения эссе по случаю 200-летия со дня рождения Измаила Срезневского под названием «Незабвенный для науки и отечества муж». А по новомученикам детям предложили тему, и чтобы свеча памяти не угасла. Проводился также конкурс лучших художественных работ соответствующей тематике. Прекрасно справились. Им было предложено сделать рисунки на следующую тематике. Это Божий мир вокруг нас, мой любимый храм Богатыри Земли Российской. Они справились прекрасно. Участвовали не только шиловские школьники, затем мы объявили конкурс еще и среди православных воскресных школ, православных гимназий, и участвовали в этом конкурсе дети Касимовской епархии и наши двухблагочения в Шиловском районе. Основные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Измайла Срезневского, проходили летом. А по случаю десятилетия прославления в лике святых священномучеников Филарета и Сергия в Покровском храме села было совершено торжественное богослужение, которое возглавил правящий архиерея епископ Касимовский и Сасовский Дионисий. В тот солнечный и радостный для жителей Срезневый день у дверей музея был организован большой концерт, в котором приняли участие дети различных воскресных православных и светских школ. Мы очень тщательно готовились к этому, хотя было много проблем и трудностей, шел ремонт в это время одновременно, шла реэкспозиция, но тем не менее мы справились. Все дети были награждены, отмечены призами, подарками, которые торжественно улучшил Владыка Дионисий. Благодаря победе в конкурсе «Православная инициатива» и получению гранта удалось сделать очень многое, помимо проведения торжественных мероприятий. В самом музее был проведен ремонт, после которого появились новые экспонаты и стенды, повествующие о жизни знаменитого академика. Это удалось сделать благодаря проделанной серьезной исследовательской работе. На полученные средства сотрудники музея получили возможность поработать в архивах Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга, где удалось разыскать уникальные документы, такими удивительными людьми общался Измаил Срезневский, будучи ученым, святителем Гавриилом Рязанским, митрополитом Филаэтом Гумилевским, архиепископом Макарьем Нижегородским и многими другими, а также сотрудники музея смогли найти сведения, подтверждающие, что Срезневский был почетным членом четырех академий наук. В числе экспонатов в мемориале сегодня можно найти даже автографы детей Измаила Ивановича. Кроме того, что мы получили возможность поработать в архивах, мы еще солидную сумму от гранта была использована на проведение издательской работы. И вот в результате у нас появилась еще одна книга. Первая книга это «Родник благодати», а вторая книга «Срезнево. Мой милый сердце уголок», тоже посвященная роду Срезневских, а также нашим Срезневским новомученикам». Небольшая книга под названием «Срезнево. Мой милый сердце уголок», выпущенная в свет в рамках проекта, заслуживает особого внимания. В ней собран весь материал, накопленный сотрудниками музея за 10 лет его существования. Здесь есть раздел, повествующий о самом селе, о роде Срезневских, о новомучениках Филарете и Сергии под названием «Войны Христовы». Рассказывается в издании и о чудотворной иконе Божьей Матери с поручницей грешных, которая является главной Срезневской святыней и свыше 90 лет бережно хранящейся в Казанском храме села. По молитвам перед ней происходило и до сих пор происходит множество чудес и исцелений. В хорошо оформленной и иллюстрированной книге есть раздел, посвященный и времени перемен, возрождению храма и созданию музея памяти. Также говорится в ней о том, что происходит в мемориальном комплексе в наши дни. Это очень важно, конечно, участвовать в таких конкурсах, потому что эта работа позволила нам привлечь огромное количество людей разных слоев, разных возрастов. Это были и учителя, прежде всего, которые начали, открыли, в общем-то, наш месячник, посвященный Срезнецкому. Именно они, прежде всего, стряхнули из себя вот тот груз, да, незнание, может быть, некоторых фактов. Они обращались, очень много обращались, многие из них обращались на наш сайт. Вот в момент проведения всех мероприятий посещение нашего сайта увеличилось в два раза, до 3500 посещений в месяц было. Это, конечно, не видно. То есть, людей очень заинтересовало вот это наследие, наше наследие, связанное с именем Измая Ивановича Срезнецкого и Срезнецких новомучеников. Дети получили возможность узнать много нового о наших корнях, о наших великих соотечественниках, о богатырях земли Рязанская истинных и духовных богатырях, таких как наши новомученики, священномученики Филарета и Северный Срезнецкий. О востребованности музея свидетельствует книга отзывов. Среди его посетителей много молодежи, что особенно ценно. Для русских людей Измайл Срезневский остался не просто выдающимся филологом, словистом, видным отечественным педагогом и методистом, но и исключительно порядочным человеком, сохранившим традиции старинного рода, воспитавшим талантливых и счастливых потомков. Такие люди, как он, являются хорошим примером для сменяющих друг друга поколений. Нельзя не сказать и о Срезневских святых, которые своими молитвами, покаянием, смирением и любовью показали образец истинной веры. Через десятилетия со старых фотографий они смотрят на нас, и верующие сегодня имеют особую возможность взывать к ним о помощи, чтобы вера укреплялась в наших сердцах. Значимость полученных результатов всех проведенных в рамках проекта мероприятий на сегодняшний день трудно переоценить. Приложив максимум усилий в его реализации, о великом академике Срезневском, о его роде, о новомучениках и подвижниках благочестия смогли узнать многие люди. Более трех тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, половина из них это школьники и студенты. Эта работа сплотила людей, дала необыкновенный заряд позитивных эмоций и понимание того, что совершается общее, благое и очень полезное дело. Субтитры создавал DimaTorzok Это был наш последний сюжет. Мы завершаем наш эфир и благодарим вас за то, что вы были с нами в этот воскресный вечер. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова